В первый контрольный матч мы хотели узнать, какие наши больные позиции. В принципе, мы их определили за следующий год. Ребятам было тяжело, это видно, по тайме играли практически все. Видно, что физическое состояние пока не то, есть время, будем работать. И неприятно удивили некоторые игроки в плане того, что не было самоотдачи и тактически просто безграмотно действовать. Будем разбираться, разбор игры проведем и будем стараться в следующих игрках. Постараемся тех ошибок, которые сегодня будут запущены. Александр Евгеньевич, два новичка, которые уже подписали контракт на сегодняшний день, Рыжков и Белов, как вам понравились их действия? Пока у них не то состояние физического Белова получше, потому что он с Анкаром был на сборах. Сегодня он полтора тайма сыграл, тоже ему надо набирать, а Рыжкова нужно восстановиться после травмы и набрать оптимальные кондиции. Участие в матче, причем участие больше тайма спортивного директора команды Александра Черкеса связано с тем, что Житников потеряли? Ну, Житников и Хабаров выпали. Что касаемо Черкеса, я просто не понимаю, как выходя на поле с ним рядом молодые люди на голову ниже сыграли, чем он. Он практически больше года не играл, но у человека есть те же, есть самоотдача, есть характер. Понятно, что им было тяжело, но он был одним из лучших. Это меня приятно удивило, с одной стороны, и в то же время огорчило. – Насколько серьезным, сейчас пойдут обсуждения в интернете обязательно, насколько серьезных шансов у Черкеса стать не только спортивным директором, но и возобновить карьеру? – Я думаю, что приезу со сборов будет решаться этот вопрос руководством с президентом лично. – То есть это не исключено? – Это не исключено. Учитывая наши рамки, в которые мы попали, шесть позиций надо закрыть. Тем более, сейчас выпал Житников, не знаю, ему нужна операция, поскольку временного восстановления у него мало будет, не знаю, подойдет, нет. Скорее всего, эта тема будет обсуждаться. – Спасибо большое, удачи! Удачи!